Только один способ. Перестать думать о работе. И перестать чувствовать, что мне она нравится. Просто ходить туда и все. Если это работа, это мое дело. Значит, тогда вы не выйдете замуж. Это ваше дело, но вам надо как бы перестать думать об этом деле. И начать думать о своей личной жизни. Вот попытайтесь понять, женщины, о чем вы думаете, куда течет ваша сила. Куда течет сила, там создается судьба. Так устроена психика у женщины. Энергия психическая имеет подвижную природу. Поэтому о чем она думает, туда текут ее силы. Вот допустим, если ей кто-то понравился, она парни думает. В этого парня вся ее сила идет. И его плавят ему мозги в это время. Если она хочет замуж, в это время судьба начинает плавиться. Но для этого надо захотеть, означает для женщины перестать хотеть что-то другое. Потому что у женщины захотеть не бывает в две стороны. Только в одну. Спасибо, я все поняла. Ничего вы не поняли, вы просто испугались. Но это хорошо. Да, вы поймете позже, когда вы глубоко очень проанализируете свою жизнь, свою судьбу. Вы от отчаяния ушли в работу, от отчаяния. Потом привыкли к этому. Сейчас надо выходить из этой ситуации. Еще можно этим вопросом? Про сына. Сын сбежал от меня в другой город. Правильно, вы же его замучили, он сбежал. Ну и сейчас нет практически отношений. Посмотрите, женщины. Женщина живет не своей жизнью. Это такое существо, которое живет жизнью других. И когда она живет в жизни другого человека, она не может терпеть, что он делает что-то не так, как она хочет. И в результате она сковывает его возможности жить. Она его контролирует всю его жизнь. Если это касается дочери, то женщина женщину поймет. И поэтому она позволяет маме контролировать свою жизнь, дочь. Но сын позволить это не может, потому что он по-другому соткан. Мужчина не может принять, что за него кто-то решает, что ему делать, как ему жить. Постоянно контролирует его, опекает. Это для него психоз. Вот допустим, мама. Олег, у тебя все нормально, ты как там ездишь? Мама, хорошо. Ну давай, сынок, смотри. Вот ты где сейчас, в Питере? Да, в Питере. Там все нормально у тебя? Да, мама, все хорошо. Вы про меня рассказываете? Только сын говорит нормально, нормально. Разницы нет. Чем он занимается? Он терпит вас в это время. Вы его мучаете, он вас терпит. Это касается всех мальчиков. Вот смотрите, женщина, допустим, девочке проявляет свою любовь. У кого есть маленькие девочки? Поднимите руку. Маленькие дети, девочки. Вот девочке любовь. Она и ту щечку подставляет, и эту. Если она, она ей нравится, что ее любит. Так? Так. Теперь мальчика попробуйте так поцеловать. Кого мальчики маленькие? Мальчики. Попробуйте его так. Ну, 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 что происходит там? Так или нет? Он что-то надо... Пыхтит, так? Мучается, да? Муч... Иногда бывает, редко так бывает, что он позволяет. Но в основном, когда, особенно мальчик, когда созревает, он уже не позволяет вот себя вот как бы брать в объятия любви. Такое. 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 Продолжение следует...